Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня я хочу сделать небольшой обзор файтинга, довольно известного файтинга, под названием King of Fighters. Всего 14 частей, по-моему, у этого файтинга, а это 13-я часть. И давайте начнем с тренировочного боя, потому что файтинг довольно сложный. Знаю я о нем немного, но постараюсь рассказать побольше. Итак, сейчас мы будем играть за персонажа Йори Ягами, точнее за его альтернативную версию Ягами Флэймс. Немного у него другие приемы. Начнем с приемов, собственно. Он умеет звонить вниз-перед легкий удар рукой, а тяжелый удар рукой, соответственно, ускоряет сам прием. У него также есть вязка из ударов рукой вниз-назад один, вниз-назад один и вниз-назад один, соответственно, более медленная и сильная версия на тяжелый удар рукой. Вперед-вниз-назад нога, это разбег, возможно, даже считается, я не знаю, захват это или нет, но чем-то напоминает. И, естественно, шоу-рюкин классический, то есть вперед-назад рука, вот такой, и усиленный. Также здесь есть супер-приемы, то есть это были просто приемы и супер-приемы. Например, вниз-назадный спирт-назад один. Что интересно, прием у стены работает как? Если противник будет уже подкинут, то третий удар нанесен не будет, и можно продолжить комбо. Далее, вниз-вперед... Вниз-вперед-назад... Нет, я путаю. Вниз-вперед-вниз-назад один. Вот такой комбо. Насколько я понимаю, на один метр. Всего пять метров энергии у нас есть. И особый показатель... Drive-Cancel. Что это такое? В общем, мы можем сделать, допустим... Вот такой прием, да? И отменить его шоу-рюкин. Ну, грубо говоря, смотрите. Попробуем. Но это сложно. В итоге я сделал супер. С управлением тут... Управление тут... К управлению тут придется привыкать. У меня в итоге получается совсем другое. Я слишком быстро кнопки нажимаю. Ну-ка. Но это я сделал отмену в супер-прием. Причем, смотрите, у меня... Этот... Drive-Cancel обновился. А также здесь есть усиленные икзовые приемы. Например... Стан. Видите? То есть... Вниз-вперед две руки. Это уже стан. То же самое с... Шоу-рюкином. То же самое с... Так. То же самое с... С ногами. Вот. Но это захват, я так понимаю, да? Он как-то по-другому работает. То есть без разбега. А насчет отмены почему-то она у меня не получилась. Давайте попробуем через вот этот прием сделать отмену. Вот. Drive-Cancel. Видите? Вниз назад один. Вниз назад наден. Вперед-назперед один. А если еще и супер начать делать, то... Вот. Я же говорил, это комбо. Как делать захват? Просто нажимаем, зажимаем вперед, нажимаем сильный удар рукой или сильный удар ногой, если же к ним перебросить противника через себя. Что интересно, во время бега мы не можем сделать захват. Но я понял, как его все-таки сделать быстро. Бежим. Потом. По логике мы должны остановиться, зажать вперед и нажать захват. Но можно сделать гораздо лучше. Мы бежим. Потом резко нажимаем на зад два. И у нас получается захват инстант, инстант. То есть прям сразу. Еще, значит, есть ультра прием. Вниз-вперед, вниз-назад. Две руки. А, нет. Это мы сделали... Это мы сделали, по-моему, усиленный супер прием. Странно. Он как-то же по-другому вроде делается, разве нет? Это мы можем посмотреть в команд-листе. Вот здесь, смотрите. А, да. Он по-другому делается. Вниз-назад. Вниз-вперед. Я перепутал. То есть тут есть супер-супер приемы, получается. За дополнительный метр. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Персонаж мне сразу запомнился. Из-за зонинга и вот этого такого... Ну, такого сумасшедшего нрава. Да, он постоянно смеется, когда побеждает. Примерно так это все выглядит в этом файтинге. Я говорил, что он сложный. Комбо делать, это... Надо учиться, учиться и учиться. Еще кое-что тут есть. Можно прыгать, по-моему, усиленно. То есть, если мы зажимаем по диагонали вниз-назад, а потом вперед-вверх, у нас прыжок становится заметно... Видите? Заметно. Как спрыж... Даже с бега так не получается прыгать. И у нас есть гард... Гард... Гейдж или как называется? Гард-гейдж. Если мы слишком долго блокируемся и гард-гейдж полностью пропадает, то мы не можем блокироваться. То есть, блок тут как бы ограничен. Блок, как я понял, вообще урон не пропускает, пока не закончится сила блока. Теперь давайте сразимся с ботами для тренировочки, для уже такой более продвинутой тренировки. Я хочу добавить то, что вот мы сейчас изучали Йори. Но... Аркадный режим. Прикол в том, что система Кофа в King of Fighters подразумевает использование трех персонажей по-любому. То есть, мы выбираем альтернативного Йори. И мы по-любому должны выбрать еще кого-то. Ну, например, такому альтернативному это Мистер Карате. Ну и пусть это будет тот, кто умеет землетрясение руками вызывать, Даймон. И сейчас мы сразимся с тремя ботами. И это еще не все. Мы должны выбрать последовательность, кто будет первым сражаться, кто вторым, кто третьим. То есть, ЛП, это Low Punch. Это у меня один, один идет Йори. А следующим, ну не важно, допустим, Мистер Карате будет. Да я более-менее его помню. Хотя смутно. ЛК, Low Kick. Это у нас троечка. Все. И третий Даймон. Ну и сейчас будет небольшая вставочка. Хорошие фоны, тут музыка хорошая. Похоже, ты выглядишь так, будто бы у тебя проблемы. Я надеюсь, тебя не убьет. Если ты взбодришься, тебя это не убьет. Ну, типа Йори постоянно такой хмурый, я так понимаю. Так, типа, сотри улыбку со своего лица, мальчишка, пока я этого не сделал. Похоже, ты не можешь поддерживать нормальную беседу. Но, похоже, нам придется с тобой сражаться. Слишком много слов похоже. Раунд первый, поехали. Давайте, сотренируемся. Так, я и не понял, захват это или нет. Но вот это захват точно. Комбо. Мы не можем соединить спешл с нижней тройкой, но с нижней двойкой можем. Это не нижний удар. Для этого нам нужно нажать просто вниз 3, потом 3, а потом вот так. Например. Но это сложно. Здесь очень сложно комбо делается. Очень. Стан. Уже какая-то комбо от меня пошла, да? Уже что-то получается. Если мы за Йори увидали, тут еще перекаты есть, я и про это забыл сказать. И особые удары какие-то. Удар плечом. О, слушайте. Вот за это он мне понравился, да. Поэтому я и подумал, что он крут, надо за него поиграть. Так. Что ты здесь делаешь, девчонка? Неужели ты не должна быть дома и печь печеньки? Типа, спасибо за заботу, но я хороший боец, не волнуйся обо мне. Насколько я помню, она умеет кидаться шариками. Афина зовут. Тоже, кстати, за нее какое-то время играл. Ну, совсем немножко. Скажу я вам, игроки в этой игре, если их найти, в онлайне игроков мало. Но если их найти, то я так, я боюсь даже представить, что они умеют. Наверное, они очень жесткие, потому что файтинг довольно старый и мастеров в нем полно. Давайте-ка мы сделаем... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пока легко, понятно, мы же тренируемся. Если сложность увеличить ее, я боюсь, там будет жесть вообще полнейшая. Но это же обзор, друзья. Уже давно, кстати, вы меня просили обозреть этот файтинг. Это какой-то пьяный дедушка. Это не место для старых дураков. Ты тут просто слоняешься. Ты должен знать, что тьма больше не помогает. А, тьма никогда не помогала никому. Но я думаю, что для тебя уже слишком поздно. Типа тебе слишком поздно говорить. Да, заметно, что Йори какой-то такой демонический, мне кажется. Я вот не знакомился с его историей. А я сам решаю, что мне помогает, типа... На чьей стороне ли что-то такое. Ну, поехали. А дедушка-то этот довольно хитрый, как я понимаю. Но явно владеет стилем пьяного мастера. Но это видно. Знаете, этакий Борайчо, только старенький уже совсем. Захват работает. Моя система использования захвата работает, как часы. Блокировать он умеет. А приемы какие-нибудь будут? Нет? Давай. Или я прям сделаю. Сочнее, щеде! Ну, че-то он какой-то совсем уставший сражаться не хочет. Давай. В итоге... О, достижения. Победители целая команда. То есть, 3, по сути, 3 на 3. Ранг F. Ну, прям. Ты так спешишь умереть, старик. Дальше я не дочитал. Ну, и далее у нас в качестве противников будет вторая тройка игроков. Но на этом обзор завершается. Если вам этот файтинг интересен, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик. Рядом с кнопкой подписки. Всем пока.